Добрый день! Я рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео речь пойдет о постановке навыков. На мой взгляд, это очень важная тема и то, что многие люди не придают ей должного значения, приводит к определенным проблемам. Итак, поговорим о навыках. У меня есть также другой канал, он называется Доктор Линский. Если не подписаны, подпишитесь, легко найти в поисковике. И я там часто выкладываю различные методики для самопомощи. Я их адаптирую, естественно, чтобы любой человек мог повторить. Естественно, при наличии желания и немного терпения. Как правило, получается у всех. Но есть люди, которые пишут в комментариях, вы знаете, это не работает. Вот я болею много лет, я один раз попробовал, сделал, у меня не получилось, значит техника плохая. Сразу же возникает вопрос, а человек действительно разобрался, вот с первого раза взял, прочитал, никогда с этим не сталкиваясь до этого. Взял, прочитал, все сразу понял, с первого раза сделал правильно, то есть усвоил навык и да, действительно, техника не работает. Скорее всего, наоборот. Может быть, кто-то даже и попробовал, а большинство только посмотрели и сразу вместо того, чтобы разобраться, ой, нет, это сложно, но ведь что-то новое всегда нужно изучать. И поэтому возникают такие комментарии. Скажу больше, даже на обучающих семинарах, возьмем, к примеру, тему здоровья, там это происходит за деньги. Ведущий семинар, он дает определенные методики, стоит рядом, ставит руки, как говорится. И то, там нужно какое-то время, чтобы получилось. И на семинаре мы не осваиваем навык до конца. Там важно добиться того, чтобы хоть раз получилось, и потом человек, уже когда он уезжает домой, он должен еще какое-то время тренировать эти навыки, ставить руки, чтобы получилось, чтобы это вошло, как говорится, в подкорку, и человек мог применять эту методику уже на автомате. Вот так ставится навык. Если же человек сам осваивает навыки, я кое-что об этом знаю, проходил на своем опыте, потому что очень много информации, которую я перерабатываю, идет через самообучение. Но я научился изначально, как ставить навыки, и поэтому проблем не возникает. Приведу еще пример, но это также с моего первого канала «Доктор Линский». Человек пишет, то, что вы показываете, я словами оригинала, это бред, потому что я попробовал, у меня не сработало, значит техника не рабочая. Тут можно привести пример, что, допустим, если вы никогда не варили борщ, взяли так, причем не исследуя, как это делается, не изучая методику, взяли, сварили, борщ не получился, отсюда вывод, если я не умею, значит это не работает. То же самое можно привести, например, вождение автомобиля, или проведение каких-то оперативных вмешательств в медицине. Если я этого не умею, значит не работает. Приходит в голову очень хороший, хотя и старый, анекдот одесский, когда два человека общаются, и один говорит, вот я не понимаю, что они нашли в этом шаляпине. Голос вообще не поставлен, поет фальшиво, картавит, ну что они им так восхищаются. Второй спрашивает, а вы что, слушали шаляпина? Да нет, мне сосед напел, я послушал, мне хватило. Вот примерно так. И теперь остановимся, как я ставлю навыки, возможно это вам поможет. Если я разбираю какую-то новую информацию, новый материал, я сразу внимательно смотрю, конспектирую. Потом именно те моменты, где показываются нюансы, разбирается техника или другой какой-то момент, я смотрю по кадрам, ставлю на перемотку, перематываю, просматриваю, пока не пойму точно. И тут же я стараюсь это воспроизвести. Вот по нюансам, буквально там по чуть-чуть, по миллиметру, разбирая каждую технику. После этого я начинаю тренировать, то есть нарабатывать навыки. И не так, что вы один-два раза сделали, и у вас, допустим, получилось или не получилось, вы считаете, что уже работает. Нет. Каждый навык я бывает повторяю и 20, 30, 50, и 100 раз. И если после этого что-то не получается, я снова возвращаюсь к записи, возвращаюсь к материалам, смотрю, правильно ли я понял, снова разбираю по частям и снова повторяю много раз. Вот таким образом ставится навык. Всегда многократное повторение, обратная связь, чтобы понять, правильно ли вы делаете. Потому что можно что-то упустить, сделать неправильно, и потом у вас оно так и заполнится. А переучиваться намного сложнее, чем выучить что-то с первого раза. Вот такой совет я хотел вам дать. Его можно применить где угодно. Можно разбирать те методики, которые я даю на этом, на другом канале. Вы можете это применить в спорте. Один мой знакомый, он тренер рукопашного боя. Он также знает эту методику и говорит, как ставится навык. Вот к нему пришел парень, он до этого занимался борьбой. Ему надо было поставить ударную технику. Там быстро для каких-то или соревнований, или других целей. Тренер объяснил. Все просто. Сразу ставишь удар, чтобы он у тебя получался правильно. Они несколько дней этому посвятили, удар начал получаться, и после этого удар его где-то 5-7 тысяч раз. Хоть за один день, хоть за несколько дней. Этому человеку потребовалось два дня. После этого, как вы понимаете, удар у него уже получался на автомате. Точно так он поставил несколько других техник, несколько других ударов, которые ему потребовались. Вот еще один пример, как ставится навык и для чего он нужен. Итак, резюме. Сразу изучаем материал внимательно, пошагово, несколько раз перематываем. Если что-то непонятно, есть у кого-то спросить. Это вообще идеально, чтобы кто-то посмотрел, который уже им владеет. Правильно ли вы делаете? Когда добьетесь того, что вы навык выполняете правильно, или хотя бы понимаете точно, что должно получиться, после этого только наработка. Причем длительная. И чем больше вы наработаете, чем больше вы повторите это движение, тем больше гарантий, что оно у вас будет идеально получаться. Вот такой простой совет, который я лично применяю на практике. И знаю, что очень многие успешные специалисты, мастера в той или другой области, они также используют эту методику. На этом у меня все. Понравилось видео? Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делайте репост этого видео. Обязательно дождитесь окончания ролика. Там я для вас приготовил заставки на те видео, которые, на мой взгляд, также будут вам интересны. Всего доброго и будьте здоровы!